Стабильная экономика – залог к стабильной жизни кубанцев. По итогам первых шести месяцев 2018-го можно смело сказать, регион укрепил позиции. Рост ВРП-края составил почти 102%. Результат неплохой, но впереди стоит задача – увеличить этот показатель выше среднероссийского. После экватора этого года все отрасли должны работать на результат. Мобилизовать в бюджет региона предстоит не менее 260 миллиардов рублей собственных доходов. Улучшение экономического климата на себе уже ощущают бюджетники. Среднемесячные зарплаты выросли больше, чем на 10%. Но на этом нельзя останавливаться, уверен Вениамин Кондратьев. Зарабатывать хорошо должны и в реальном секторе экономики. Мы можем, конечно, отмечать, что зарплата растет, но в основном у бюджетников. Мы должны сделать все, чтобы зарплата росла. И у других работников, которые работают в других отраслях, очень важных и значимых для экономики нашего региона. Еще раз подчеркиваю, агропромышленные комплексы, промышленность, переработка, и многие-многие другие. Поэтому вот это наша с вами сегодня стратегическая задача. Делать так, чтобы зарплата росла у всех. Чтобы зарабатывать могли все, необходимо развивать переработку, сельское хозяйство, промышленность. Тем более, что программы и субсидии краевой власти предусмотрели по всем приоритетным отраслям экономики. Для того, чтобы воплощать в жизнь полезные инициативы, важные мероприятия у региона, как вы уже отметили, все возможности, особенно финансовые. Сейчас краевой бюджет позволяет в рамках государственных программ края выделять колоссальные деньги не только на социальную политику, но и на развитие реального сектора экономики. Среди лидеров по поступлению доходов – санаторно-курортный сектор. Только за первые полугодия на Кубани успели отдохнуть больше 7 миллионов туристов. С учетом межсезонья власти региона ждут еще почти 9 миллионов отдыхающих. До конца года в казну края из сферы туризма планируется получить 135 миллиардов рублей. Положительную динамику показала и промышленность, возросли объемы производства строительных материалов, машин, оборудования и металлических изделий. Далее сектор АПК, выручка от наших сельхозпродукций составила почти 110 миллиардов рублей. Цифра выросла по сравнению с прошлым годом. Самое время перенести акценты с внешней торговли на внутреннюю, чтобы поддержать отечественный рынок качественным кубанским зерном, овощами и фруктами. Это касается всех отраслей. Давайте ориентироваться на внутренний рынок страны. И все, посмотрите, где есть ниши внутреннего рынка страны, туда и давайте ломиться. Вот это и будем поддерживать. Вот те отрасли экономики, в том числе и в рамках сельского хозяйства в разрезе, где есть внутренний потенциал нашего отечественного рынка в первую очередь. А кто сориентирован на зарубеж, ну что ж, это уже их судьба, как говорится. И вы нам подскажите, куда вкладываться, куда господдержку в первую очередь инвестировать в нашу. Это как инвестиции, иначе не скажешь. Господдержка, это инвестиции государства в развитие той или иной отрасли экономики. Вот мы должны развить ту отрасль при вашей поддержке, которая нам тоже даст максимальный эффект. И если мы правильно инвестируем, вложимся в средства крыльного бюджета, то мы получим прибыль, край, потому что это наши инвестиции. Просто надо почувствовать и туда вложиться, туда инвестировать бюджетные деньги. Существенный вклад в казну региона приносят налоговые поступления. Органам ФНС необходимо продолжить качественную работу по сбору платежей. Для этого нужно вовремя уведомлять людей и грамотно вести базу объектов налогообложения, отмечает губернатор. До 1 декабря необходимо провести широкую разъяснительную кампанию. Контрольная работа, принудительное обзыскание налоговой задолженности и другие фискальные меры, предусмотренные налоговым кодексом. С начала года по их результатам в консолидированный бюджет дополнительно поступило 11,3 миллиарда рублей. Обеспечить рост поступления доходов задачи и муниципалитетов Кубани динамика должна быть не меньше 107%. Большая часть районов, а именно 31, с этим благополучно справляются. Среди лидеров – Ленинградский, Туапсинский, Кореновский районы и Горячий ключ. Губернатора волнует вопрос, что помешало Армавиру, Абинскому, Успенскому, Северскому и Темрюкскому районам достичь результатов хотя бы прошлого года. Руководитель региона рекомендовал главам районов в ручном режиме проработать каждую ситуацию с куратором экономической сферы региона Игорем Голосем. Тем более, что перед Краснодарским краем стоит амбициозный план развития, стратегия, которую разработали до 2030 года. Задавать тон росту экономики и улучшению жизни людей должны грамотные руководители. Если не умеют ребята креативить, то зачем нам такие министры, руководители департаментов и глав муниципальных образований? Мы же уже не раз договаривались, что нам нужны менеджеры, талантливые менеджеры. Нет смысла нам сегодня даже держаться за тех, кто не может. Может быть, старается, хочет. Он хороший человек, но плохой профессионал. Во главе всегда стоит человек. Иначе ничего не достигнем. И все. И попадем под молот. В первую очередь, жители края. Они от нас ждут результатов. Не хорошей работы, а результатов. Экватор финансового года позади. Сейчас самое время мобилизовать все силы для достижения еще лучших результатов по сравнению с прошлым годом, акцентирует Вениамин Кондратьев. Для этого нужно и дальше наращивать темпы налоговых поступлений и привлекать инвестиции в регион.